Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о создании финансовой таблицы для управления предприятием, для того, чтобы управлять предприятием, компанией или большим бизнесом. Нам необходимо четко понимать показатели, на основании которых мы будем делать выводы. Итак, мы создадим Google таблицу, в которую заведем три таблицы. Соответственно, первая таблица – это будет приход, вторая – расход и третья – баланс. Окей, после того, как таблица прогрузится, мы назовем ее «Система учета». Первый лист мы называем «Расход». Соответственно, в «Расходах» у нас будет вниз идти статья «Расходов», «Статья 1». И так далее. Мы особо здесь не будем расписывать, какие у нас бывают статьи «Расходов». В принципе, нужно понимать, что расходы для любого бизнеса – это затраты на маркетинг, затраты на привлечение сотрудников, зарплату персонала, уплаты налогов и так далее. То есть, у нас будет несколько статей, а вправо у нас, соответственно, будет дата, когда мы этот расход совершили и так далее. Начинается это 01.01.2020. Соответственно, далее, чтобы увеличить количество столбцов, нам необходимо сделать следующее. Со столбца «С» мы делаем «Контрол-шифт вниз», «Контрол-шифт вправо». Правой клавишей нажимаем «Ставить столбцы». И затем нажимаем «Ф4», у нас автоматически будет добавляться 24 столбца каждый раз. То есть, «Ф4» – это выполнение последнего действия, которое вы совершили. Окей. Далее возвращаемся к числу и пишем формулу. «Б1 плюс единица». Копируем эту формулу, получаем результат. Далее нам необходимо найти дату. 31.12. Окей. Нашли. После чего от этой даты мы убираем вправо и выбираем «Удалить столбцы». В данном случае мы это делаем для того, чтобы топлица у нас работала быстрее. Окей. После чего мы сделали определенное количество статей. Можно еще сделать с запасом. И удалить также лишние строки. Они не нужны. Далее нажимаем «Контрол-А». Обратите внимание, что у нас выделились данные. Выбираем все границы. И выбираем шрифт. «Century vote». Дату выравниваем по центру. Окей. Теперь на пересечении статьи расходов нам необходимо сделать закрепление. Мы выбираем «Закрепить» первую строку и выбираем «Закрепить» первый столбец. Окей. Далее мы дублируем таблицу «Создать копию расход». Переименовываем его. Называем «Приход». Соответственно, «Приход», да, статья, «Источник», «Источник». Да, то есть это могут быть наличные, безналичные, безналичные, ну и так далее. Также можно поделить по критериям работ, да, также можно поделить по типу, то есть активы, пассивы, да, активные поступления, пассивные поступления и так далее. В данном случае мы просто будем ввести безнал инал, да, и, соответственно, у нас будет таблица выглядеть вот в таком формате. Окей. Заключительная таблица, которую нам необходимо добавить, это таблица баланса. Да, то есть именно по ней мы будем понимать, какие ключевые показатели показывает наша компания. Итак, для того, чтобы создать расходов, мы будем использовать функцию, которая называется «Выбор». Она будет выбирать случайное число между 1, допустим, 7 возьмем. Первое число у нас будет 100, второе 200, третье 300. Ну и, соответственно, сделаем несколько пустых. Закроем, нажмем Enter. Так, Enter. Окей. Далее, что нам необходимо сделать? Нам нужно скопировать эту формулу вниз и вправо и ставить Ctrl-V. Чтобы значения не пересчитывались, нам необходимо сделать Ctrl-C и Ctrl-Shift-V, это будет вставка значений. Окей. У нас получилась таблица, заполненная данными. В данном случае это у нас статья расходов. То есть по данной статье у нас получается определенный расход. Приходим и делаем плюс-минус то же самое. Мы пишем равно выбор, случай между. Один, допустим, пять. Здесь выбираем опять, допустим, тысяча, три тысячи, пять тысяч. И делаем два пустых. Так, или можно сделать три пустых, чтобы она у нас побольше была пустая. Окей. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-Shift-V. Отлично. Теперь у нас появились показатели как в расходе, так и в приходе. И пришло время задать именованные диапазоны. То есть нам нужен именованный диапазон по статье расходов. Выбираем определить именованный диапазон. Называем статья расходов. Готово. Далее выделяем дату, Ctrl-Shift-V, право. Определить именованный диапазон. Называем его датам расходов. Готово. И, соответственно, выделяем диапазон, где у нас находится сумма расходов. Да, даем имя, сумма расходов. Определить именованный диапазон. Называем сумму расходов. Готово. К тому же принципу создаем и в приходе. Да, также у нас есть. Это у нас. Ну, здесь, в принципе, определить именованный диапазон. Называем источник или источник. И, соответственно, здесь мы выделяем, называем это, определить именованный диапазон, да, дата прихода. Готово. Далее нам необходимо выделить также сумму прихода. Готово. Теперь пришло время показать, как у нас будет работать отчетная ведомость по балансу. Первое, что мы должны понимать, что у нас сюда переносятся данные по расходам. То есть мы, чтобы нам не писать несколько раз, да, можем один раз прописать статьи расходов, все они будут подтягиваться сюда на основании данных. Да, обратите внимание, что здесь можно сделать чуть с запасом. Если здесь 39 строк, соответственно, здесь мы также должны продублировать до 39. Окей. Лишние строки убираем, они нам не нужны. Далее нам необходимо сюда подтянуть сумму. Да, то есть какую сумму расхода мы делали и с какой последовательностью. Окей. После чего нам необходимо брать период. Да, чтобы вы понимали, период можно задавать несколькими способами. Мы будем использовать период от сегодняшней даты, чтобы когда мы заходили в любой день, нас считалось на сегодняшнюю дату. Также мы могли ее поменять. То есть мы пишем с дата 1, да, по дата 2. По дата 2. Дата 2 мы пишем, соответственно, сегодня, без аргумента. И появляется сегодняшняя дата. Здесь мы указываем количество дней, за которые мы будем смотреть предыдущий период. Обычно это недели, в принципе, без разницы. Мы берем дату сегодня, отнимаем от данного числа и получаем результат. Если нам необходимо за 31 месяц посмотреть, соответственно, мы смотрим за 31. Окей. Также нам необходимо подтянуть сюда источник дохода. Источник, соответственно, сумма. Так как источника у нас 2, да, мы так по тому же принципу делаем ссылку на приход. Если у вас несколько источников, соответственно, вы переделываете под несколько. Отлично. Что мы делаем дальше? Далее мы начинаем считать. То есть нам необходимо под определенную статью подтянуть определенную сумму, которая была израсходована в данный период. Для этого мы пишем формулу. Мы пишем формулу сумм. Дальше используем функцию смещ. Заходим в лист с расходом. Определяем ячейку, от которой у нас будет смещение. Это будет A1. Далее нам необходимо определить смещение по строкам. Смещение по строкам у нас будет равно функции поиск позиции. Поиск, поск. Она будет определять в данном случае положение статьи 1, да, относительно того аргумента. То есть мы пишем, это у нас статья расходов 0. Окей. Дальше смещение по столбцам. Смещение по столбцам у нас будет регламентироваться положением даты, на которой мы смещаемся. То есть мы пишем функцию поиск пост. Выбираем начальную дату. Да, мы ее обязательно фиксируем, потому что она у нас неизменная. Пишем дата расхода. Далее пишем 0. Соответственно, после чего мы определили, на какое количество столбцов нам смещаться, нам необходимо понять высоту смещаемого массива. Это, понятно, будет 1, потому что у нас единичная статья расходов. И, соответственно, нужно определить ширину. Мы берем 31. И, соответственно, ширина будет это количество дней. То есть 31. Окей. То есть у нас подтянулись данные за неделю. Мы их фиксируем. И, соответственно, растягиваем вниз. Если у нас внизу, видите, появляется ошибка, чтобы она не появлялась, мы используем функцию «Если ошибка». Если ошибка, значит будет пустота. Если, соответственно, пустота. Копируем. Ctrl-D можно вниз. Да, и получаем результат. Обратите внимание, что когда мы используем такую методику, да, у нас 21 число не учитывается. То есть от 21, да, то есть 21 не считается. Если мы поставим единицу, у нас будет расчет только за 20. Это также нужно учитывать. Окей. Далее. Нам необходимо по тому же принципу посчитать и приход. То есть здесь мы копировали формулу. Вставили. Нам необходимо за место расхода, да, соответственно, использовать приход ячейка А1. Дальше. Мы используем смещение А2. Да, заменяем ее на баланс наличный. Убираем статья «Источник дохода». Обратите внимание, как я пишу имена, потому что это очень важно, когда вы будете писать формулу. Вам не придется. Вам не приходится вспоминать, как называется тот или иной именованный диапазон. Соответственно, здесь мы пишем источник дохода, дата прихода. Приход А1. Нажимаем мы F4. Не закрепили. И, соответственно, растягиваем вниз. Так, посчитаем еще побольше. 14. Окей. Круто. То есть теперь у нас получился диапазон. Да, то есть мы видим приход, мы видим расход. И самое время посчитать ключевые показатели. То есть какие это ключевые показатели. Это валовая прибыль. Можно сделать вот такое. Так, валовая. Валовая прибыль. Маржа. И чистая прибыль. Окей. Далее, что мы делаем. Валовая прибыль. Это сумма наличных и безналичных прибыль. Прилитежей за период. Далее. Маржа. Это у нас прибыль. Минус. Соответственно, чистая прибыль. Это у нас будет. Маржа умножена на 0,8. 20% это налог на прибыль. То есть теперь, что мы получаем. Если мы имеем отрицательные показатели. Допустим, возьмем период 200 дней от сегодняшней даты. Да, мы видим, что у нас маржа. Да, есть чистая прибыль. И, соответственно, валовая прибыль. То есть какая у нас валовая прибыль обороты. Это 576 тысяч. Да, из них маржа меньше 10%. Да, то есть для того, чтобы посчитать маржинальность бизнеса в процентах, мы берем маржу, делим на валовую прибыль, получаем 10%. Да, то есть. И теперь отсюда мы начинаем уже думать. То есть мыслить на основании чисел. Да, что нам нужно изменить. Какие показатели. Да, и, соответственно, после этого смотреть. Если увеличивается валовая прибыль, да, то ваше действие на рынок, да, соответственно, начало расти. Маржа показывает, насколько рентабельен ваш бизнес относительно данной модели бизнеса. На этом все. С вами был Полянский Алексей. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok